Задавайте, задавайте. Может быть, в двух словах вначале представите, как, что, зачем и почему, а потом уже вопросы. Ну что, что я могу сказать? Я дико счастлив, я очень рад, горд, что мы наконец, наконец, после стольких лет, что Генрих Майор занимается вот этой потрясающей постановкой, и родила эту постановку Карена Хачатуряна, замечательного балета Чапулина, что он приехал к нам в Армению. Именно с этой очень красивой постановкой, которая была в Большом театре. Так что мы перенесли все это из Большого театра. Это уже у нас, это навсегда здесь. Так что очень-очень рады, что Генрих здесь, Армен, тоже расскажите немножко об рабочем процессе. Обязательно. И все такое, так что я очень рад, что вы здесь работаете. У нас премьера 4-го числа, всех приглашаю. Это первый, можно сказать, детский балет. За многие-многие годы, что здесь происходит. Так что я очень рад, что мы начали, мы сдвинули вот этот очень важный момент. Мы это все смогли сделать. И вот именно вот этот потрясающий балет, он первый будет у нас в Сирии. И вот я надеюсь уже многих-многих детских спектаклях, которые у нас будет в театре. Так что давайте, расскажем. Мы участники все наши. Что? Все танцоры. Честно скажем. Александр, все. Абсолютно все. И очень хорошая школа у балета. Потому что очень красивые порядки. Сокус серий. Значит, что вас больше интересует? Во-первых, рабочая, так сказать, обстановка. Понятно, понятно. Значит так. Я опираюсь на то, что я видел. Я видел два ваших спектакля. Это Гайне и Жизель. И пришел неприсуемый восторг от умения репетиторов делать работу. И от умения трупа исполнять их задания. Это очень... В Гайне было блестяще. В Гайне очень много сложной техники с национальным колоритом. Это очень музыкально. И в музыке сложно. Все было абсолютно чисто. Такое наслаждение получаешь. Когда смотришь, вот это и есть роль театра. А Жизель, это очень строгий экзамен для труппы. Потому что это балет классического наследия. Есть лебедина, спящий, танкиход, да? Вот. И там нельзя никакой отсебятины. Там надо только делать то, что задумано холёвом. И я счастлив, что я увидел настоящий, балет, можно так сказать, ну, как называется, столичного уровня. Вот. Столичного уровня. Вот. И посему, когда я начал работать с труппой, да, у меня тоже много трудностей. И знаете что? Есть доминирующие сильные части, а есть нюансы. А они тоже поставлены на музыку. И вот мы много занимались этим делом, чтобы труппа поняла, что это всё единое сплетение качеств. Вот. И сейчас, после того, как я посмотрел ваши балеты, я ждал, когда труппа взорвётся. Вот сейчас наступил, вот сейчас такой наступил момент. Я с удовольствием смотрю на гвардеримон, на полицейских. Я не говорю там, у народа, вы знаете что? У меня есть такое понятие ария, а есть понятие речитатив. Вот. У меня очень много речитативных вещей, поставленных на музыку, выражающих смысл. И вот тут мы немножко поработали, много поработали. Вот. И сейчас они начинают понимать. И в этом качестве. Чаполина, вы понимаете, он детский балет. Но, но, очень сложно. Да. Специфики детский балет. По сложности его называют детским спартаком. Откуда вы знаете? Это в Большом театре называли. Ну не только, в Северске тоже. Так вот, я применил дверище. Значит, мы идем для детей. Я очень люблю детей, и мне важно, чтобы в театр начинала приходить молодёжь, юность, которая потом вырастет и придёт на оперы, на балеты. Понимаете? Нам надо об этом думать. Вот я ещё раз повторюсь, что симфоническая музыка, оперы, педагогический балет элитарные виды искусств, на которые публику надо готовить заранее. Заранее. И вот это рассчитано. В Чаполина.